ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, что сегодня за день? Я даже не знаю, о чём ты говоришь. Неужели ты готов умереть, даже не узнал этого? Пожалуйста. Сокращение награды за добычу биткоина. Звучит как фильм ужасов. На самом деле нет. Каждые 210 тысяч блоков вознаграждение в сети биткоина падает в два раза. Сегодня за решённый блок майнеры получают 12,5 биткоинов. Важно ли это? Должно ли это волновать вас? Давайте обсудим этот вопрос прямо сегодня. Лично с моей точки зрения ответ на оба вопроса – да, почему же? Следующее сокращение награды за решённый блок состоится через 570 дней. На самом деле эта дата не постоянная, а переменная. Ведь она очень зависима, например, от хешрейта сети. Но если опираться на фактические сведения, то всё это произойдёт где-то в конце мая 2020 года. Чтобы разобраться во всём этом, нужно понять, что именно происходит сейчас. По сути, каждые 10 минут добывается биткоинов на сумму приблизительно 80 тысяч долларов, или же 11,5 миллионов долларов в день. И всё это сливается на рынке. Наверное. Я, конечно, точно не знаю, но майнерам ведь нужно компенсировать свои убытки. Хотя бы за электричество заплатить. Поэтому, когда вы в следующий раз посмотрите на такие боковые движения биткоина, вы, наверное, даже им порадуетесь. А чтобы биткоин оставаться в таком же боковом движении, его капитализации всё равно придётся расти на 11,5 миллионов долларов в день. И вы можете поспорить, что в случае сокращения награды за созданный блок в два раза, биткоину станет проще расти. Поэтому возникает логичный вопрос. А будет ли памп в этот день? В день, когда майнеры станут получать меньшую награду? Лично меня терзают смутные сомнения. Я думаю, что какие-либо изменения цены биткоина будут происходить за месяц-два до этого события. Какими же эти изменения будут, нам ответит прошлое. Первое сокращение награды произошло 28 ноября 2012 года. И в этот день биткоин вырос на невероятные, просто не поддающиеся воображению 1.7%. Хм, даже не 2%. 9 июля 2016 года награда сократилась во второй раз. Перед этой датой на рынке происходили какие-то нереальные спекуляции. А в сам знаменательный день цена и вовсе просела. Хотя после этого начался достаточно продолжительный бычий рынок. Так что же произойдет с биткоином в следующий раз? Ребята, сейчас я открою вам большую тайну. Цена биткоина в этот день либо упадет, либо вырастет, либо уйдет в боковик. Ладно, шучу. Если вам нужен мой нефинансовый совет, то основываясь на исторических данных, будут спекуляции. Как минимум за один месяц до этого события. Сначала цена вырастет, а в сам день сокращение награды будет солидная просадка. А далее наступит бычий рынок. Это мой прогноз. Если он не оправдается, то... А что будет, если он не оправдается? Молчат. Хотя, кому здесь отвечать? Я в этой студии один сижу. Поэтому, если хотите ответить за моих воображаемых коллег, пишите в комментариях свои ответы, я их обязательно прочту. А с вас лайк за проезд в этой маршрутке, потому что бесплатно ездить нельзя. Не будьте зайцами. Комментируйте, ставьте лайки или дизлайки. Делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, группу, телеграм. Пользуйтесь нашим обменником. И обязательно богатейте. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...